Привет, ребята! Это Мэтт Кор и курс ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим о том, как рисовать позы при помощи метода Эндри Люмеса. Это не моя идея, поэтому если вы хотите узнать больше об этой технике, то вам стоит почитать его книги. Их можно найти на Amazon. Основная идея Люмеса в том, чтобы начать работу с созданием простой фигурки человека, состоящей из основных частей тела. Вам нужно нарисовать S-образный позвоночник, обозначить угол, под которым расположен таз и плечи, и затем добавить простые обозначения ног, рук и головы. Так вы наметите все самые важные элементы будущего рисунка. Пока что работа выглядит как несложный рисунок скелета, но на ней, по сути, есть уже все необходимое. И затем поверх этого скелета вы сможете добавить мускулатуру, достаточно лишь включить воображение. Но сама позиция, выражение движения – вот что важно. И на этом этапе вам поможет метод наблюдательного рисования. И всю работу вы сможете проделать за минуту, так что этот метод очень эффективен. Итак, давайте познакомимся с процессом работы, и затем разберем каждый этап в отдельности. Итак, мы начинаем. Первое, что мы сделаем, это обозначим линию бедра и ступни модели. Затем я рисую овал головы, после чего перехожу к S-образной линии позвоночника. Именно она определяет позу модели. После я быстро набрасываю линии ног. И пусть даже я знаю, основные принципы пропорции в анатомии человека на данном этапе для меня важны именно углы. Каков угол плеч? Под каким углом сгибается локоть, деля руку на две части? На это нужно обращать внимание, глядя на оригинальное изображение. И чуть менее, чем за минуту, я уже сделал всю работу. Я обозначил все основные части тела. И теперь я могу добавить мускулатуру и прочие элементы в оставшиеся от минуты время. Но основная часть работы уже закончена. Вот теперь я убираю оригинальное изображение. И далее в работе буду опираться лишь на свое знание анатомии тела. Далее мне остается лишь наложить мускулатуру на структуру, которую я подготовил на первом этапе работы. Самый красивый и интересный этап работы – это построение скелета. Давайте повторим этот этап еще раз. Я начинаю с головы. Не особо важно, чтобы она была той же самой формы, что и оригинал. Куда важнее точно нарисовать позвоночник. Также важны углы плеч и таза. И так вы можете почувствовать и понять, как в этой позиции распределен вес тела. Видите, как голова расположена между ногами, образуя в результате треугольник. Это значит, что поза персонажа сбалансирована. Он твердо стоит на ногах, не падая ни вперед, ни назад. По мере практики вы станете замечать подобные вещи все чаще и чаще. И к этому моменту у меня уже есть вся необходимая для работы информация. Остальное я могу нарисовать из памяти. Если же на создание скелета у меня ушло больше времени, то я могу использовать как подспаску оригинальное изображение. Но именно создание скелета – это самая важная часть работы. В этом случае я пользуюсь куда более толстой кистью, рисую центральную ось, основную линию тела. Одной линией я отметил правую ногу и контур позвоночника. В общем, на этом этапе вы вольно работаете так, как вам нравится. Важно лишь, чтобы вы научились быстро ухватывать позу, в которой находится модель. А остальную часть тела рисовать уже по памяти. Когда вы работаете таким образом, вы одним махом убиваете несколько зайцев. Однако важнее всего то, что вы осваиваете новый метод. Метод конструирования персонажа, которым вы будете пользоваться и дальше. И даже если вы будете рисовать воображаемую фигуру, вы все равно будете пользоваться тем же методом. Если вы будете заниматься медленной и точной передачей контуров, то рискуете стать заложником этого метода, и у вас не получится нарисовать что-то по памяти. Но если вы сможете разложить персонаж на эти базовые составляющие, начав с скелета, и затем построить его по памяти вновь, используя указанный метод, то рисование воображаемого объекта перестанет отличаться от наглядного рисования. И когда вы будете смотреть на изображение персонажа, то вам представит и внутренняя его структура тела, то есть вы сразу научитесь смотреть сквозь персонажа. Поэтому я настоятельно рекомендую вам зайти на сайт pausmaniacs.com и попробовать нарисовать модель за одну минуту. По умолчанию на сайте стоит время в полминуты, но я считаю, что это слишком мало. А вот минуты на подобную работу как раз. Попробуйте выполнять это упражнение раз за разом в течение получаса или даже часа. Возьмите блокнот, откройте pausmaniacs и скоро вы найдете нужный ритм. Это отличное упражнение. Удачи и спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!